Приветствую, друзья! Начало новой недели, понедельник, хотя, как сказать, потому что Святое Писание говорит о том, что Иисус Христос воскрес в первый день недели, и поэтому в некоторых странах воскресение это первый день недели, что считая, что это благословение очень хорошо, потому что, можно сказать, те проклятия, которые люди уже высвободили на понедельник, что это самый тяжелый день, они просто стираются и тают, когда мы, к примеру, называем воскресенье первым днем недели. Тогда, когда верующие люди, они приходят в церковь для того, чтобы получить слово, для того, чтобы получить направление, и уже с понедельника, как со второго дня недели, начинать свой поход для исполнения воли Господней и благословения своей жизни, и благословляя своей жизнью других людей. Поэтому, драгоценно, у меня такое на сердце слово, вчера мы распаковывали послание на воскресном служении, как с именем создателя или открывателя порталов, и поэтому это так здорово, что мы участвуем в домостроительстве и тайн Божьих создаем вот эти небесные порталы, держим небеса открытыми над нашими жизнями, над нашими городами, над нашими странами в могущественное имя Господа нашего Иисуса Христа. И вот у меня сегодня утром пришла такая связка, что мы не только создатели порталов, но мы еще и в этих порталах открываем, отправляем вагоны. Что эти за вагоны? Вот я не просто так начал с начала недели, и благословляя этот день, благословляя понедельник, и я просто мотивирую тебя, дорогой мой друг, распланировать неделю. И вот мне так запало сегодня утром местописание, когда царь Давид нес ковчег, уже сделав работу над ошибками, и они несли его так, что было шесть шагов и жертва, шесть шагов и жертва. И мне сегодня открылось это как шесть дней работы, а седьмой отдыхай. И то есть по-другому, знаете, каждый день в неделе рисуется такая картина, как вагон в нашей жизни, который мы с вами загружаем. К примеру, вот сегодня понедельник, и вот чем ты загрузишь его, какими молитвами, какими делами, какими, может быть, запчастями, для того, чтобы он был полон сегодня, для того, чтобы он отправлен был в будущее со всеми остальными другими вагонами, на которых таблички понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, аллилуйя. И седьмой день, как у народа Божьего, это суббота, для того, чтобы показать, что все, что мы могли сделать в течение недели, те силы, которые у нас были для молитв, те силы, которые у нас были для загрузки этих вагонов, это, Господи, благодаря Твоей силе, силе. Потому что, как Святое Писание говорит о том, что мы все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе. То есть мы все можем, но только в укрепляющем нас Иисусе Христе. Поэтому мы показываем в этот день для того, чтобы дать отдых своему телу, дать такую определенную разгрузку для нашей души, вот этого психологического напряжения. Мы говорим, Господи, спасибо Тебе за эти работы. Благодарим Тебя, что все шесть дней недели у нас были загружены, что все вагоны, они полные пошли в наше будущее, там, где мы их распакуем, именно в то время, которое нам будет, так скажем, архи необходимо. Потому что то, что мы делаем сегодня, завтра мы будем это жать в нашем будущем. Какие-то вагоны будут раскрываться раньше, какие-то вагоны будут раскрываться позже. Самое главное, чтобы не получилось так, что, войдя в свое будущее, ты открыл вагон, к примеру, с табличкой понедельника, там оказалось пусто. Да не будет с нами, но такого же. Поэтому, драгоценное, я молюсь и благословляю понедельник, я молюсь и благословляю эти дни недели, я благословляю эти вагоны, я молюсь, Господи, за сердца моих братьев и сестер, за свое сердце, чтобы мы сегодня определились то, что мы будем загружать, для того, чтобы не отправить пустые вагоны в наше будущее, которое нам очень сильно пригодится, чтобы они не были загружены какой-то соломой, а на самом деле это были ценные материалы. То, что касается нашей личной жизни, касается наших церквей, касающихся наших городов, нашего призвания, нашей страны, Господи, Аллилуйя. И мы благословляем весь мир, мы благословляем все человечество. И пусть, Господи, наши вагоны не уйдут пустые или полупустые. Пусть этот день, он будет наполнен для того, чтобы мы вечером могли сказать тебе, Господи, большое спасибо, я сегодня хорошо потрудился. И я воздаю тебе всю честь, всю хвалу и всю славу. Будьте благословены, драгоценны, с Богом. Не отправляйте пустых вагонов в свое будущее, которое будет чудесным.